Вижу мужчину, вот этот голубой плащ, который я взяла как защиту, это средневековая одежда, у него голубой берет с пером, и вот такой плащ, и у него голубой такой костюм, сапоги высокие, какой-то вот из средней века, и вот этот проход, он, не знаю, как его, ты знаешь, даже как вот... Как дверь? Это даже не то, что дверь, мне почему-то идет как за ту сторону зеркала, что ли, шагом, один шаг, то есть мне не надо, и там никакой свет, ничего не менялся, я просто вот перешла, переступила. И ты уже оказалась, да? Я уже там, да. Еще, еще. Такой большой, большой он, ну по размеру был большой, такой, несколько человеческих ростов. Я там уже, да, я где-то стою сейчас, да, в каком-то обрыве, что ли. Угу. В общем, где-то это, это какие-то горы. А смотри, что ты видишь, горы, хорошо, что еще там есть? Ну, я вижу внизу, далеко-далеко, речка бежит, такая достаточно бурная, ну горная речка. Так, а вот мужчину в голубом плаще ты сейчас видишь? Да, он стоит и смотрит туда вниз. Это сейчас ты есть или ты со стороны смотришь? Ну, наверное, это я по ощущению. То есть ты сейчас, ну, как бы от первого лица смотришь? Ну, как-то так, да. Очень хорошо. Так, хорошо, что еще видишь? Внизу речка горная, а по сторонам есть там какие-то здания, леса, деревья? Нет, это достаточно высоко, здесь только камни, даже нет никаких особых туризов. А по ощущениям, сколько мужчине этому лет? Ну, достаточно молодой, где-то от 25 до 30. Можешь уже как-то понять, какие вот, может быть, он эмоции или какие мысли его сейчас посещает? Ну, не знаю, он как не смотрит, у него голова крутится, он как-то, то ли побаивается высоты, он, то ли он не понимает, что-то, да, видимо, он боится высоты, что-ли, я не могу понять. А зачем, почему он здесь находится? Ну, мне почему-то идет, что он как-то целенаправленно пытается этот страх побороть, что-ли, и сюда приходит, чтобы от него избавиться. Ну, да, он боится высоты. Вот он стоит, смотрит, и у него сильно кружится голова, и, ну, как бы, ему страшно смотрит. Что-то у него сразу идут картинки, что он туда падает, в эту пропасть. Ну, он приходит сюда сражаться со своим страхом, мне бы так сказать. То есть, именно сражаться, да, и другого намерения нет. Да, он как-то вот, какое-то такое таинство, об этом никто не знает, это вот, ну, такой вот он себе придумал тренинг, что он должен приходить и преодолевать себя, и с этим бороться. Идет что-то такое, что стыдно, то есть, ну, видимо, об этом никто не знает, он, наверное, не признается в этом никому. Ну, это и есть. Так, хорошо. Так, хочется ему куда-то сейчас пройти, идти дальше, или он пока здесь стоит? Может быть, возвращаться? Сейчас, знаешь, что, нет, ему никуда пока не хочется идти, но сейчас я просто попытаюсь объяснить, что происходит. Хорошо. Не могу сейчас это сформулировать точно, но... Ты пока понаблюдай. У него знаешь, что такое вот сейчас его чувство, какое-то даже это не то, что вот желание самоубийства, а такое ощущение, что вот он, его что-то вот тянет прямо вниз, и он этого, он не хочет, он не хочет в эту пропасть, он не хочет... То есть, такое ощущение, что у него какая-то происходит борьба, что ли, со самого, со самим собой, или что-то внутри него, как два разных существа, что ли. То есть, что-то его, вот, какая-то его часть, что-то внутри, прямо его зовет, чуть ли не в эту пропасть пройду. И он это вот ощущает, и ему от этого страшно. То есть, он не хочет на уровне сознания, у него нет какого-то бросаться туда, и... Ну, знаешь, как-то вот такой голос нашептывает, что... это как внутренний голос какой-то шепчет, или что-то снаружи. Такое ощущение, что внутреннее, что это вот, как будто, знаешь, борются какие-то два разных... Угу. А белка рядом? Белка рядом? Белка рядом? Белка, она прямо совсем на краю этой пропасти сидит, совершенно бесстрашно, буквально вообще там, ну вот, как сушка садятся, да, она там же сидит, и продолжает крестом решить. А... Да, белке не страшно. Это понятно. Спроси, пожалуйста, белке, можно ли разобраться, кто именно нашептывает, и что с этим делать, с этим шепотом? Нет, белка не дает ответа. Что белка? Не дает ответа она на этот вопрос. Нет, она вот прямо ухудеет, в треске, в треске, в треске дарешке. Ну, как-то она так отвлеклась, когда вопрос задали, посмотрели на него дальше, куда он шепоте идет. Угу. Хорошо. Собирается он уходить или нет, или мы можем перемотать назад, вперед, куда хочется посмотреть, либо раньше, что происходило, почему он сюда приходит. Да, наверное, надо куда-то перемотать, но вообще какое-то непонятное, какое-то состояние, там у него, да, что там происходит, с чем он взводит, что-нибудь. Мы можем перемотать на то место, где возникло вот это непонятное состояние в первый раз. назад. Назад, да. Да. Так, у тебя есть пульт. Ты уже готов? В поле, в поле. Рядом лошадь. Да. Говори немножко погромче. Да, я говорю, он находится сейчас в поле, потом ему лет 15-16, рядом с ним лошадь. Он ее седлает. Очень хорошо. На нее запрыгивает и едет за ней. Так, хорошо. Он уже знает, куда едет? Или мы просто понаблюдаем, куда он приедет? Ну, такой, как будто просто объезжает, что ли. То есть, у меня цели куда-то добраться. Просто вот он, знаешь, понятие объезжать лошадь. То есть, видимо, не объезженная лошадь, он объезжает. Ну, он так умело с ней управляется. То есть, она взбрыкивает, он ее. Да, несмотря на юный возраст, он такой умелый наездник. Ну, то есть, он как бы занимается тем, что объезжает эту лошадь. Видимо, новая лошадь, он ее объезжает. Ну, как-то вот я вижу, да, как он управляется с ней. И катается по этой полянке. Так, хорошо. И какие эмоции он сам по себе испытывает? Ну, спокойно. Для него это привычная совершенно ситуация. Нет никакого страха. И там лошадь такая народистая, но нормально с ней управляется вполне. Я вижу черный жеребец такой. Прямо на задние копыта встает и ржет. Но нормально. Он нормально с ней. Отношения и мысли по поводу этого жеребца, какие возникают у него? Да, вообще, абсолютно спокойно, как танк. Просто он в себе уверен. Он как-то совершенно вообще просто… Ну, вот если бы… Очень сильная уверенность в том, что… Ну, то есть, вообще нет никаких… Странно. Если бы его спросили, ну, как тебе жеребец, что бы он ответил? Это хорошая лошадка. Угу. Ну, он говорит, не каждый, не каждый сможет ей управлять. Типа, я могу. Так. Хорошо. Ну, такой и такой… Прямо вот… Все время почему-то я вижу, как он это на… Как будто передние поднимает и ржет. А тут его так осаживает умело и дальше… То есть, он уже весь в пене даже, эта лошадь вся в пене. Угу. Ну, вот он уже с нее спрыгнул и обтирает ее, хлопает его за грифку. Угу. Ну, ведет его в конюшню. Угу. Я вижу конюшню и там конюх его принимает. Принимает, принимает этого коня, а парень идет обратно. Так. А конюшня, она ему принадлежит или он работает на эту конюшню? Нет, это какая-то… Ну, она не ему принадлежит, он… Ну, он член этой семьи. Да. Это какой-то… Не знаю, графство почему-то мне идет. Это какое-то графство или… Ну, такое поместье какое-то большое. Он… Член этой семьи, да. Так. И куда он пошел теперь? Он вернулся на это поле. Там стоит большое дерево. Он под него лёгкий взял соломинку, травинку, как бы лежит нога на ногу. Угу. 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 Такое дерево раскидистое. Угу. 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 Так, а вот смотри, мы же переместились в то место, где вот началось, да, вот это вот возникло состояние как-то первый раз. Ага. Ну, пока, не знаю, ничего не показывает. Угу. 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 Ну, вообще, вот он здесь абсолютно спокойный и в себе уверен. И… ну, по ощущению, что у него никаких вообще нету страхов. Абсолютно. Так. Хорошо. Хорошо. Тогда рассказываешь мне, что происходит дальше, чтобы было понятно. Пока ничего не происходит, он там что-то лежит и как бы отдыхает. Можем немножко перемотать или подождать? Ну да, попробуем, да. Может кто-нибудь подойдёт там или как-то ещё? Какая-то телека подъехала, какой-то везут сено, он подошёл, разговаривает. Это тоже какой-то работник этой усадьбы. Что-то ничего такого значимого, не понимаю, что это мне показывает, зачем. Просто перебрасывается там пара слов с этим, который везёт это сено. А какие у них отношения с этим? Да никакие, какие у них могут быть отношения. Это как бы слуга, это господское дитя. Так он ни о чём. Мне там что-то просто. А можешь расслышать, может быть, слышишь, о чём они говорят? Ну этот говорит там типа добрый день, барин. Кто-то ему говорит там привет, там что-то такое. Ничего значимого. Хорошо. Идём дальше определённых событий. Я сейчас вижу вот по периметру этого поля уже какие-то домики. То есть такая большая, достаточно большая территория, большое поместье. Вот эти маленькие домики, это видимо дома, где живёт или обслуга, или работники, что-то такое. Я не вижу пока и его дома. Это скорее такое что-то вот для обслуги, да. Ну какие-то вдалеке люди там что-то обрабатывают, поля там ещё что-то. Я, он просто, не знаю, сейчас вот он просто как-то за этим наблюдает. Ну вот я так понимаю, у него было дело этого скакуна объездить. Он это сделал. Сейчас он просто прогуливается, смотрит там. Угу. Ну, пока ничего не происходит значимого. Угу. Так, хорошо. А хочешь ли ты оказаться вот у него дома, где он живёт? Ну, можно попробовать посмотреть, да. Или можно спросить у нашей белки, куда она нам отправится, чтобы получить ответ на вопросы. Белка вообще там, сейчас её даже и не было, сейчас я вижу она под этим деревом, сидит и опять эти орешки молотят. Какая-то странная белка, она ничего не показывает, ничего не говорит, только трескается. Ну, что это означает? Она просто для... Она как заводная, знаешь, вот бывают такие игрушки, которые вот, механические, которые одно и то же движение повторяют. У меня такое ощущение, что как будто её завели ключом, вот знаешь, и она вот сидит просто всё время что-то, ест и ест. А это может быть как-то метафорично связано? Ты так сказала, просто как от заводной одно и то же действие повторять несколько раз. Ну, возможно, да. Пока не понимаю, да, что это за метафора. Ну, может быть. Ну, не знаю, сейчас, если как метафора, то сразу пришло, что у этого парня просто так, да, такая спокойная жизнь, как бы достаточно однообразная, без каких-то событий. То есть, какие-то вот, то есть, каждый день он, не знаю, катается на лошади, если это новые какие-то лошади в конюшне, значит, у него есть обязанность их объездить, гуляет по этому полю. То есть, он какой-то, у него такая жизнь не для его возраста, она ему скучная, у него скучная. То есть, у него ничего не происходит. То есть, я сейчас его вижу даже, вот ты про дом для этого говорила, я вижу его в этом доме, но это какой-то замок, он сидит в гостиной, там какие-то картины на стенах висят, портреты его предков. И он на это все с такой тоской смотрит. Очень скучно. Угу. И вот у него есть определенные какие-то желания, мысли, как вот Илья? Ну, такое ощущение, что за него уже жизнь расписана, то есть, он как бы все решили, что он должен делать, как он будет жить. И у него такой вот, ну, что он не может на это повлиять, у него какая-то... Из-за этого тоска такая... В общем, ему сейчас я чувствую вот так эмоции, у него такая прям скука страшная, что ему так вообще всего этого тосклило. Он представляет вообще себя в каких-то сражениях, что он там где-то на войне, что, не знаю, что-то, в общем, какие-то яркие события такие в жизни острые. А у него этого ничего нет, то есть, он, ну, воспитывается в этом графстве и, то есть, ну, как и любой наследник. И его там, естественно, обучают, у него какие-то уроки, какой-то есть гувернер. Ну, основная его жизненная задача, это потом управляться с этим графством и, собственно говоря, он уже практически этому научен. Потому что с малых лет воспитывается. У него такая определенная абсолютно жизнь, прописанная до последних дней. То есть, он как-то смотрит в будущее с тоской, то есть, понимает, что ему... За него все решили и ничего интересного его не ждет. Если я правильно поняла, он представляет войны, сражения, чтобы решить вопросы или придумать какую-то идею, чтобы эту скупку развеять? Ну да, он в мечтах, вот он, у него такие прямо яркие какие-то, яркая жизнь, он там что-то машет мечом, что-то такое у него, вот прямо адреналин внутри. А сейчас... А так ему скучно. То есть, даже вот этот жеребец, абсолютно, вот которого он объезжал, никакого адреналина у него нет. То есть, он настолько вот уверенно с ним управлялся, что как бы тот на дыбы не вставал, тот мог его привести в чувства. И у него ничего таких... У него нет ярких эмоций никаких, ярких переживаний, ярких чувств. То есть, ему от этого очень тоскливо. Так, хорошо. Смотри, мы можем сейчас переместиться на ещё более молодой возраст, посмотреть, как любят ли его родители. Мне кажется, лучше вперёд пойти, потому что, ну, понятно, да, что... Наверное, он что-то вперёд придумал для того, чтобы от этой скупки избавиться. Хорошо. Перемотаем вперёд. На сколько перемотаем? Да, может быть, лет на пять. Давай. Ну, сейчас я вижу какой-то бал в этом замке. У меня есть какая-то девушка, в которую он влюблён. Угу. И она ему что-то такое говорит, типа, на что вы ради меня способны. Угу. Или что-то, что ты можешь ради меня сделать. Он говорит, что я всё, когда всё готов. Угу. Угу. Так. Ну, тут что-то у неё какие-то коварные... Ну, в смысле, как коварные... Не коварные планы, она просто там от своей души здесь. Вот этой... Он хочет какое-то ему такое придумать задание с риском для жизни, связанное. Так. Пока не могу понять, какое. И что, он соглашается? Да, он на всё согласен. Он на всё согласен. А ты как испытание, да, его любви? Ну, типа того, да. Что-то такое. Хорошо. Хочешь ли ты промотать туда, когда он выполнен? Ну, я даже сейчас вижу какая-то... Ну, в общем, картинка такая, что наверху, ну, там, высоко в горах, стоит такое дерево на обрыве практически. Угу. которое в сторону обрыва наклонено. И на ветвях этого дерева гамак висит. Угу. И что вот, типа, ну, какая-то идёт такая тема, что он должен то ли там ночь в этом гамаке провести, то ли сутки, ну, какой-то очень длительный срок он. То есть она ему такое, типа, задание дает. Угу. Дурацкого. Да, хорошо. А, да, и, да, он соглашается. И когда он на это смотрел всё, у него не было страха. Угу. Ну, я говорю, он такой, как бы он ничего не боялся. И в какой-то момент нахождения вот в этом гамаке, да, он, вот этот страх начинает у него теряться. То есть он, ну, то есть ему реально становится очень страшно. Да. И он понимает, что это вообще такая глупость с одной стороны, но, во-первых, он не может сам выйти из этого гамака, там, по условиям этого пари или ещё что-то. То есть его должны как-то оттуда вытащить. Да. Ну, то есть сейчас я понимаю, да, что, видимо, за ним должны прийти утром, что ли, и его освободить. То есть он даже бы и готов был бы сейчас выйти и уже, как вот на эту девушку ему наплевать. Так. А какие эмоции помимо страха ещё есть? Ну, он не может ничего сделать, да. То есть он сейчас доложник своей собственной глупости, с одной стороны. Так. и, как бы, у него идёт сразу… и обесценка этой девушки, потому что, то есть, ну, как бы, у неё это такая, ну, такая дурацкая идея, да, не от большого ума, который он поддержал, ну, так скажем, ослеплённость твоей влюблённостью. И сейчас он понимает, что это, ну, то есть он… он вот за эту ночь переживает такой спектр всех эмоций, которые ему до этого была такая острая нехватка. Угу. То. Вот с этим никакая война не сравнится. То есть там и ветки эти скрипят, и нитки какие-то у этого гамака не очень прочные. Ну, то есть он каждую секунду готов к тому, что он в эту пропасть упадёт. А там это очень-очень высоко, и бурная река, и там острые камни. Ну, то есть, так, без исход с понятием, там, вариантов нет. Ну, то есть… ну, он другой, а когда его снимают, он с совершенно другим оттуда выходит у него. Во-первых, в себе и виски. Он посидел за это у него. Да. И он сейчас оборачивается, смотрит в сторону этой пропасти, и уже находясь на земле, ему очень страшно туда смотреть. Угу. Так. Хорошо. То есть у него появился… у него появился… у него не было никогда никаких страхов. У него появился очень сильный страх, который, ну, как говорят, завладелым, да, то есть он сейчас во власти этого страха. Я сейчас вижу его, то есть в кровати, у него какая-то горячка, то есть… у него какая-то, в общем, после всего этого нервная болезнь переключилась, то есть он лежит в постели, у него высокая температура, он вредит, и я понимаю, что несколько недель у него это состояние продолжало. Угу. То есть это такой серьезный след оставило. Так. После болезни как он себя ощущает, испытывает? Ну, он такой достаточно бледный, похудевший, изможденный. Угу. У него совершенно другие глаза. Если это раньше был такой лениво-беззаботный парень, сейчас у него прям какое-то страдание видно в глазах. Да, там, ну, с этой девушкой он вообще, то есть, как бы, она вообще перестала быть ему интересной. Угу. То есть он разочаровался полностью, да? Да, нет, ну, он как бы, да, вот он за эту ночь очень много у него чего произошло, ну, спустя бы изменился. Ну, не знаю, какой-то такой прям лордбайр. Ну, не знаю, вот такой какой-то очень не по годам. Ну, он выглядит старше своих лет. То есть ему, там, годы 22, нацепились одни висками. И весь он такой измождебный. Он выглядит гораздо старше. Так. Ну, типа ему доктора советуют отправиться в путешествие, да, чтобы там залечить эти раны все. Угу. Очень хорошо. Ну, я сейчас вижу так вот сразу, да, вот убегает в период, что, то есть он, да, он ездит, путешествует, но у него нету, его ничего сильно не может, его ничего не трогает, то есть он какой-то такой вот, да, он там смотрит какие-то достопримечательности, там гуляет он, но его ничего не трогает вот так очень сильно, то есть ничто не вызывает каких-то эмоций таких положительных, да, сильных, а какое-то безразличие, то есть он как бы, какой-то внутренний запрет, что ли, на… Ну, смотри, а раньше… На сильные эмоции получается. То есть он, может быть, даже и хочет, но он не может и хочет. Да. А раньше у него тоже особо эмоций-то не было никаких. Скучно было вроде. Ну, как-то он, да, раньше он был такой, у него была такая вот беззаботность, и как бы он был в состоянии такого удовольства, покоя, да, и при этом ему было скучно, а сейчас у него какое-то появилось вообще безразличие, что ли, ко всему в жизни, как там происходит, какое-то вот равнодушие и… То есть если тогда было состояние такого удовольства, да, то сейчас скорее состояние равнодушия к нему. какое-то… Какое-то вот… Мне почему-то, знаешь, пришло как вот граф Монте-Кристо, да, после того, как он в терьме сбежал, какой-то вот, когда он так с каким-то вот смотрит на все таким философским спокоен, упокойственным, безразличием, какой-то такой… Как человек такой вот умудрённый, да, который очень много перенёс и пережил, на самом деле он ничего не пережил и не перенёс, кроме этой ночи, по большому счёту. там нескольких недель этой болезни, которую, в общем, он не помнит, там, как горячий, вредный постаж. Угу. Так, ну вот он попутешествовал, и потом вот он стал бороться с этим страхом, приходить на эту вершину. Ты знаешь, у меня такое сейчас вот ощущение, что он даже не бороться с этим… То есть это единственная вообще сильная эмоция, которая в нём здесь заятарилась, которая вот он туда приходит, чтобы вообще почувствовать себя живым, чтобы что-то испытать. Угу. То есть у него настолько вообще как-то ему всё по барабаму, что с ним происходит, и что вообще происходит вокруг него, что он периодически приходит вот на этот обрыв вот для того, чтобы у него сильнее сердце забилось, и он что-то как-то начал себя чувствовать живым. Угу. Поэтому я даже не могу сказать, что он с этим борется. Он как бы вот специально что-ли вызывает это… Это для него как… Ну, я говорю, это такой якорь, да, что вот он… Он здесь, он понимает, что он живёт. Потому что он вызывает эти воспоминания, вызывает эти вот чувства, и у него быстро бьётся сердце, и как бы кровь приливает, и он… Это единственная эмоция сильная, которую он может испытать. Да. Хорошо. А вот скажи, вот когда ему там 30, да, он одинокий, или у него есть семья? Нет, у него нет семьи, он вообще разочарована женщина, и никаких чувств не испытывает никого. Так, хорошо. Хорошо. Смотри, мы можем промотать ближе к его переходу в иное измерение. Да, давай попробуем. Обычно как бы там определённые какие-то озарения, да, приходят. Ты знаешь, он достаточно быстро умирает. То есть, до 35, и причём он прыгает в итоге под этой скалы уже по мастуре. Так. Прыгает всё-таки. Угу. Ага. То есть, вот когда я… первое, что я видела, да, когда я говорила, что как бы сьему вот он угорится, там что-то в Москве, то есть, это да, это у него постоянно, то есть, он, ну, когда приходит туда, да, начинает испытывать вот эти какие-то чувства, да, очень приподнимает, что вообще в жизни не в состоянии что-то вообще испытывать и что-то чувствовать и просто проявляться, то, ну, часто приходит в голову думать, что, так сказать, что закончить с этим совсем можно очень брокко. и он в горы со периодическими в какой-то момент не справляется. То есть, я вижу, что очень много времени не проснулся, может быть, он, как-то, 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 как-то. Так, хорошо. Говори, пожалуйста, погромче, что-то ты подниму. Или подвинь на телефончик. То есть, а вот когда вот он летит, определенные какие-то мысли, может быть, промелькают ему в голове? О смысле жизни, о том, что он сделал или еще что-то? Ну, у него мысль основная в момент прыжка, что я живу. Потому что здесь у него прямо дошкаливает все, естественно, все чувства. То есть, они обостряются, все, как бы, ну, прямо себя ощущает. И тело свое чувствует, и эмоции, и все. То есть, это какие-то, там, секунды, но он, вот, у него мысли, если ты говоришь про мысли, что, как бы, я живой. В момент перед смертью он чувствует, что он живой. Угу. Так. Очень хорошо. Что-то еще или будем смотреть, как он покинул тело? Я не знаю, надо смотреть, как он покинул тело. Или мы можем просто сразу пойти вот к мудрецам или наставника спросить? Да, я думаю, что, наверное... Кармические уроки. Понимать урок, да. Потому что, как он покинул тело. Ну, там, мгновенная смерть, естественно, да. То есть, он падает, он убивает, да, там, где-то прям поле секунд. Угу. Так. Есть у тебя, там, рядом ангел, наставник, который ответит тебе на вопросы? Сейчас я не пойму, где я, кто я, и как я, подожди, то есть, я это я, или я это, или его душа? Или это сейчас у меня что-то, стопор какой-то? Кто мне на что должен ответить? Ну, ты знаешь, сейчас я... У меня сейчас такое ощущение, Лен, что можно закончить, потому что... Я, наверное, я могу сама сделать выводы уже... Ощущение. Ощущение. Продолжение следует...